Приветствую друзья! Во времена Чеченских войн боевики на Северном Кавказе славились своей неуловимостью. Одна из причин этого – сложнейшая система оборудования подземных баз. Прежде всего, свои базы боевики обустраивали в наиболее тайных и труднодоступных местах. Подбирали такие либо сами, либо при помощи помогавших им из числа местных жителей. Небольшие подземные убежища боевики устраивали недалеко от населенных пунктов. Крупные – далеко в горах. Очень часто базы оборудовали в склонах у рек или ручьев. Строили свои схроны, очень аккуратно, стараясь не повредить ни одного растения. Бывало так, что по крыше подземного убежища можно было свободно ходить, даже не догадываясь, что там внизу на глубине находится. При этом сам укрепленный тайник мог выдержать прямое попадание снаряда. Нередко использовались также природные укрытия – пещеры. Например, базой боевиков в 90-е годы была знаменитая пещера Абрека Зелимхана в горной Чечне близ селения Харачой. Тут держали журналистку Елену Масюк. Немалую помощь в устройстве баз чеченским боевикам оказал тот факт, что многие из них, как, например, Шамиль Басаев и Руслан Гилаев, до войны работали шабашниками по всей стране. И имели крупный опыт в строительстве. Отдельно уделялось внимание к тропам и подходам к секретным базам. Например, дерн во время прохода к убежищу боевики поднимали. А пройдя, аккуратно клали на место. Чтоб не оставить ни одного следа. Понятное дело, подходы к базам надежно минировались, в том числе с применением растяжек. Безопасный фарватер знали только сами боевики, либо же кто-то из посвященных их сторонников. Внутри базы оборудовались как можно проще. Пара топчанов матрасов. Допечка, труба от которой выводилась на 20-30 метров от секретного убежища. Отметим, что чаще всего в таких подземных убежищах боевики предпочитали жить зимой. Ибо летом там стоит невыносимая сырость. Потому в летнее время боевики запросто могли обитать и в палатках. Или же просто спать в лесу под открытым небом. Довольно долго российским правоохранителям было крайне сложно находить такие секретные убежища. Примечательные воспоминания одного из бойцов ГРУ, который рассказывал, как нашел кассету с видеозаписью боевиков. На пленке духи ходили вокруг своего схрона, жарили шашлык на фоне небольшого водопада. Однако никто из российских силовиков при всех небольших размерах Чечни не мог даже понять, предположить, где расположено это место. На помощь уже в 2000-е годы федеральным коллегам в той же Чеченской республике пришли на помощь местные спецназовцы, что отлично знали свою республику. Схроны боевиков начали находить на раз-два. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok